Возможно вам покажется, что я неадекватный, ведь я уже покупал PS Vita в 20-м году. Однако это консоль с поддержкой 3G, и мне безусловно захотело все это дело проверить. Я говорил, что прототипку нужно покупать только в том случае, если ты постоянно куда-то ездишь. И именно поэтому мне стало интересно появить версию с 3G, чинить онлайн на этой консоли. И да, я прекрасно понимаю, что я мог с легкостью раздать инет своего смартфона на свою прошлую виду, и по факту прочувствовать все то же самое. Однако мне похуй, очень интересная была сделка. На торговой площадке ее выложили за 6К. Да, там не говорилось, что это консоль с поддержкой 3G. Состояние на фотках было идеальное. Я решил угарнуть и написал продавцу, мол, за 2000 заберу. Он написал, давай хотя бы 3, я такой, ну ок. Она прошитая. Стоит эмулятор PSP. Карта, конечно же, на 8 гигабайт, но не все так круто, как кажется на первый взгляд. Я ехал и думал, что мне крупно повезло. Да, я знал, что мне от коробки. Но за 3К это нормально. Плюс, на фотках было огненное состояние. Сейчас вы поймете, почему я такое внимание уделяю фотографиям. Когда мы встретились и я увидел эту консоль, я понял, что фотографии были фейковыми. Я смотрел Vita, она далеко не в таком состоянии, что была на фото. Я подумал, может мне ее вообще не покупать. Однако я чекнул и увидел, что это не обычная версия, а версия с 3G. Как вы поняли, я все-таки купил эту консоль. И даже несмотря на ужасное состояние, работает Vita очень сносно. Никаких проблем с запуском игр не возникает. Я думаю, что не нужно быть экспертом, чтобы понять, что данную консоль частенько роняли. Но даже несмотря на все эти повреждения, работает сама Vita хорошо. Шифты нажимаются четко и стики сами не ходят. Также я понял, что я имею дело с обычным барыгой. У него миллион таких консолей и знаете? Даже несмотря на то, что он ими барыжит, они работают хорошо. Он сказал, что прошивка после перезагрузки не слетает. И она действительно не слетает. Как я понял, что это барыга. Прошло два дня. Объявление так и висело. Я решил позвонить с другого номера и поинтересоваться этой консолью. Он поднял и сказал, что ее еще не продал. Думаю, что дальше нет смысла рассказывать. Я пару месяцев назад снимал видос про Vita. И думаю, что повторяться по сто раз я не буду. Поэтому я настоятельно рекомендую вам посмотреть то видео. А затем вернуться к этому. На самом деле очень странное, что я купил эту консоль еще раз. И что самое забавное, тогда то, что я купил еще одну фетку. Ладно, если это была бы слимка. В таком случае лично для меня это была бы целесообразная покупка. Но уже ничего не поделаешь. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я купил еще и слимку. И сделал полное сравнение этих консолей. Отличить 3G версию от обычной очень легко. С левой стороны у 3G версии есть лоток под симку. На обычной же фетке этого разъема нет. Вот и все. Это все отличия. Если вы думаете, что 3G версия быстрее, мощнее и так далее, то нет. Эти две портативные консоли совершенно в техническом плане одинаковые. Поэтому, если вы надумали покупать себе Vita, то внимания обращать на наличие 3G не нужно. Но об этом чуть позже. Очень жаль на самом деле, что Sony отказались от такой портативной консоли. На нее на старте продаж выходили достаточно хорошие игры. И я думаю, что мало кто мог представить то, что Vita так быстро умрет. Однако за столь небольшое время на Vita вышли достаточно хорошие игры. Их, конечно же, намного меньше, чем на той же PSP. Кстати, я PSP. Я активно мониториваю все доски объявлений. И найти что-то достаточно ценное и адекватное очень сложно. Я покупаю технику, в первую очередь, чтобы ей пользоваться. А не тупо для того, чтобы отснять обзор. Так вот, я хочу у вас спросить. Было бы вам интересно, если бы я купил PSP в идеальном состоянии? И, безусловно, снял тот самый обзор. Порой не пробивает на ностальгию. Я прям хочу вернуться на небольшое время к PSP. Отпишите в комменты. Но вернемся к Vita. Хоть игры мало, но они есть. Я не стану их перечислять, ведь я и так много раз это делал. Поэтому, друзья, не забывайте кликать по подсказкам. Но первым делом, когда я купил эту консоль, я решил накатить туда несколько игр, которые поддерживают онлайн. И я обосрался. Я понял, что никто не играет на Vita в онлайне. Я ждал минут 10, и так и никто не зашел. Я понял, что в версии 3G нет никакого смысла. Даже если вы едете куда-то далеко, и вам приспичило посмотреть тот же YouTube, то зачем это делать именно свиты? Когда совершенно у каждого человека есть смартфон. Достал его из кармана, включил нет и смотрит в свое удовольствие фильмы, сериалы и так далее. Возможно, что мне стоило написать какие-нибудь PSVita комьюнити, с просьбой о том, чтобы мне кто-нибудь составил компанию. Однако это долго. И не факт, что хоть кто-нибудь откликнулся бы на мою просьбу. Я не утверждаю, конечно. Но думаю, что возможно все-таки есть игры, в которые люди периодически играют по сети на Vita. Однако покупать именно 3G версию из-за этого не стоит. Как я ранее говорил, проще раздать и нет смартфона, и наслаждаться игрой в онлайне. Однако из-за отсутствия онлайна, Vita не становится плохой портативкой. Да, по сети в нее не поиграешь. Однако, если у вас есть друзья, у которых есть Vita, и у этих друзей есть друзья с Vita, а уже у их друзей есть еще друзья, не, ну это уже какой-то пиздец. Vita также можно играть и без онлайна, игр хватает. Поэтому я по-прежнему ее могу рекомендовать каждому. За свои бабки это, безусловно, лучший портативный гейминг. Я не знаю, что я буду делать с этой Vita, ведь по факту она мне вообще не нужна. Да, вы можете написать, мол, разыграю ее. Однако сейчас я таким заниматься точно не буду. Быть может в будущем, когда-нибудь я и начну разыгрывать технику. Но точно не сейчас. А вот чьи я незамедлительно займусь на Vita, это прохождением старых игр. И нет, это не игры с PSP. Я зашел куда дальше. И сейчас я активно буду использовать Vita как карманную PS1. Но я единится столько много старых крутых игр, что я просто скажу с ума. Ностальгия в буквальном смысле пожирает меня изнутри. Сейчас я скачаю Аладдина и буду наслаждаться им. Да я сам прекрасно понимаю, что это ни в коем случае не заменит мне настоящую PS1. Но что делать? Играть-то хочется. И самое обидное это то, что невозможно найти в адекватном состоянии первую плойку. Я ищу не просто в своем городе. Я ищу, блять, по всей стране уже много недель. И все безрезультатно. Если я наткнусь на PS1, то безусловно вы об этом узнаете. И вас будет ждать обзор. Поэтому подписывайтесь на канал и следите за новостями. Многие могут сказать, что Vita убил мобильный гейминг. Однако Миккарт что-то далеко не так. Vita была очень инновационной для своего времени. Прекраснейшая графика. Невероятный дизайн. Которая даже спустя столько лет выглядит достойно. AR-карты. Это карта дополненной реальности. Забавная штука. Однако вы ее быстро наиграетесь. К сожалению, что с этой Vita, что с моей предыдущей этих карт в комплекте не было. Однако с моей первой Vita эти карты были. И я только один раз их юзанул. Но вернемся к мобильному геймингу. Да, я своими глазами видел, как выходила GTA San Dress. И многие действительно сходили с ума по этой игре. Однако я был первый в моем коллективе, у которого появилась эта игра. И знаете, многие охуели, когда увидели у меня эту игру. В тот момент у меня не было Vita. Но я хотел ее. Мне очень хотелось поиграть в God of War в портативе. Анчи и так далее. Возможно, что не все такие, как я. Однако, если рассматриваешь калаебов, то они в то время, быть может, вообще ничего не слышали о Vita. Или же ценник был слишком высоким. И плюс к этому всему, вам необходимо было докупить еще и карты памяти. Ведь без них вы не могли сохраняться. Или же вообще игра не устанавливалась на консоль. Sony любит выпускать все индивидуальное. Но свою индивидуальность они почему-то проявляют именно в портативках. Memory Stick Pro Duo в PSP. И плюс. Специальный формат диска в UMD. Здесь также своя флешка. И картриджи. Быть может, именно поэтому Vita и провалилась. Хотя на самом деле это звучит как бред. Ведь в PSP при таких же условиях все было хорошо. Конечно, если бы Sony не перестали выпускать крупные игры на свою портативку. То все было бы у них сейчас хорошо. В свое время на PSP выходили актуальные игры. Которые были на больших домашних консолях. Это Принц Перси, Крэш, Крэшный Отец. Да, он был урезан. Но сюжет остался совершенно нетронутым. Поэтому на Vita стоило выпускать AAA проекты. И возможно в скором времени нас ждала бы новая портативная консоль от Sony. Однако это всего лишь мечты. Мобильный гейминг не мог убить Vita. Но окей, вышла GTA и что дальше? Кроме портов с ПК там играть не во что и это факт. Последняя охуенная игра на мобилы это Bully. И она опять же от Rockstar Games. В общем, пора заканчивать друзья. Напишите свое мнение, почему провалилась Vita. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну а теперь всем спасибо за просмотр и до новых встреч.